Все, что не уместилось в бункер, сложено рядом. Мелкий мусор разлетелся по двору. Свою лепту в антисанитарию вносят птицы, которые ищут среди коробок и пластиковых упаковок пищевые отходы. По словам Ирины Жариковой, мусор в бункер складывают не только жители близлежащих домов, но и сотрудники магазинов и других организаций, расположенных через дорогу. Поэтому наполняется он очень быстро. Это все несут оттуда. Коробки, бутылки, а железо? Откуда это? Железо от машины? Ну откуда? Это явно откуда-то, где ремонтируют машины и все. Иногда, я уже говорила, привозят целую машину лобовых стекол, треснутых, битых там, и вот загружают почти целый контейнер. В отличие от заваленного мусором двора на Кубышево-5, возле зданий на Кубышево-11 и Чапаева-26 царит идеальный порядок и чистота. А там расположены не менее десятка различных магазинов и организаций. Жалобы на ситуацию со сбором мусора в бункер стекаются в том числе и к депутату по округу. Петр Смирнов неоднократно обращался к директору департамента городского хозяйства с просьбой убрать бункер из этого двора. Но департамент городского хозяйства категорически против, потому что в противном случае местные жители будут складывать свой крупногабаритный мусор в традиционные места накопления, к зеленым бункерам. А МСК АНТ не вывозит крупногабаритный мусор с площадок накопления для бытового мусора. Как нам пояснили в администрации, изначально бункеры на территории жилой застройки Сарова устанавливались для накопления крупногабаритных отходов от населения. По информации регионального оператора, который оказывает услуги по обращению с ТКО на территории города Сарова, они заключают договор с юридическими лицами, в которых указывают место накопления для этих юридических лиц, любое место накопления на территории города Сарова. То есть, по идее, любой магазин, юридическое лицо, ИП может в любой ближайший бункер свои отходы складировать на основании договора с региональным оператором. Иногда забрать заполненные контейнеры не позволяют припаркованные автомобили жильцов. Машина уезжает, а вокруг бункера продолжают расти горы мусора. Для того, чтобы не возникало таких проблем, в некоторых дворах обозначили место постановки бункеров. Но автовладельцы игнорируют эту разметку и оставляют там свои машины. На территории города у нас есть несколько дворов. Это Зернова 21, Куйбышево 5, Гоголь 14, где нанесена специальная разметка, запрещающая стоянку транспортных средств. Именно предназначен вот этот участок территории для установки бункера. Проблема переполнения бункеров для крупногабаритных отходов на территории Сарова стоит остро. И администрация совместно с региональным оператором решает, как организовать оперативный вывоз мусора из этих дворов. Конкретно по адресу Куйбышево 5 приезжал представитель регионального оператора и было принято решение о включении Куйбышево 5 в ежедневный график вывоза. И таких адресов будет 20. Если бункер для крупногабаритных отходов переполнен и мусор не вывозят, то нужно позвонить в управляющую компанию или в департамент городского хозяйства по телефону 977-81. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.